Всем привет, с вами Розе, и это канал Дядюшки Розе. Выразить благодарность всем, кто меня поддерживает, лайком, комментарием и не только. Вам огромное спасибо, ребятушки. Паше Федоренко, Влад Егоров, вам отдельное спасибо. Ивенты и обновления, как всегда. Что же нам предлагает НСОФТ? Так, добавляются пробужденные боссы. Это Королева Муравьев, Крума Арфен. Запускается арена Лабиринта Харнака. Эрика, Леона, Барц, Зихард. Поделены на кластеры. Там телепорт, уровни 70-е, бла-бла-бла. Завершается Пылающая Долина. Добавляются новые классы. Это героические, Хранитель Инферно и Хранитель Ада. Также добавляются колы. Что это за Хранитель Инферно такой? Вот он, наверное, да. Черный Рыцарь такой, да. Получаются все классы. Это еще есть какой-то навык. После воскрешения в течение определенного времени быстро восстанавливает ХП. Увеличивает скорость и абсолютную точность. Проклятие жизни. Хранитель Ада. Такой же скилл и сабы на все классы. Улучшена функция автоматического разбора предметов для редких предметов в меню настройки. Высокого качества. Это типа высшие алхимы, которые идут добавлены. Также увеличен инвентарь. На 8 ячеек. Перейдем к ивентам. Групповые подземелья за прохождение дополнительно дают сундучок. В котором будет реликвия, сияющая антикварная вещь, ордена славы. Идем дальше. Горная зона конфликта. Победа, ничья, поражение тоже дают сундучок. Ордена, магический пергамент, камень жизни, камень духа. Когда они сделают привязанный, вот это мне интересно. То, что это говнище, ивент, который я удаляю постоянно, но я не понимаю. Сделайте привязанным, да? Чтоб типа, ну, необычным, а привязанным. Почему нет? Кто играет в кланах, знает, есть такие сундуки с основным посохом. Достаются ключи. Из-за этих ключей вы вызываете рандомного босса, с которого выпадают ордена славы. Там шторки с квестом. И есть шанс выбить реальный дроп, который падает с боссов именам. Идут битвы, но там шанс уменьшен, как бы, да? Это мы все знаем. Вот, сосновые посохи, там перечисления. Ежедневный бонус. Они уже начали. Вот финальная награда. Редкий, легендарный. У кого нет карт, этот бонус очень вкусненький. Ты на выбор можешь выбрать или карты класса, или агатиона, но по 6 раз. Как бы бонус на 14 дней, то неплохо. То бонус есть на 7 дней, то по 11 раз, а это на 14 дней. И ты можешь еще выбрать с агатионом или классом. Это ежедневный бонус. Также по дням мы видим ордена славы с агатионами. Улучшенный, легендарный. Монета мастерства. Знаки поручения. Кристаллы души. Так, карты улучшенный, легендарный. Улучшенный кристалл. Улучшенный, легендарный с агатионами. Обычный кристалл. Очки пробуждения. По 1000 единиц, 3000 очков пробуждения. Кристаллы души высшего качества. Кошачья банда. 11 раз. Перед финальной наградой была славенная селитая вода, которую можно использовать с 50 уровня. Она накидывает энергию энхасад и опыт. Очень вкусно. Ну и финальная награда. 6 карт. От редкий до легендарный. Так, теперь вот такой ежедневный бонус. Ежедневная виталочка. Вот такое. Давайте посмотрим, что в сундучках. Фрагмент рецепта создания редкого украшения, доспеха, оружия. Да, рандомно. Цель для пробуждения среднего и низкого качества можно получить. Ну, хоть кристаллы есть, да. Позволяет получить случайные предметы из списка кристаллов немножко. А так, мусор один. Да. Кристаллы души. Такие же сундучки. Ордена славы. Перед финальной наградой. Обычный героический 6 раз. И финальная награда. Благословенный камень. Кстати, пишите, что получили за билеты. Агатиона. Класс. Получил ли кто фиолетовенького? Так, теперь сезонный пропуск. Кондарт на миллион, на ден и премиум награда. Виталка. Встречаются ордена. Финальная награда у нас. 10 тысяч виталочки. Чистый эликсир. Реликвия. Карты высокого качества. По 11 раз. Обычного да героический. Тут тоже видим такие же сундучки, как с помощи. Потом пособия высокого качества на выбор. Видим раз часики. В инстанте, который нам нужен. Там или остров, или замок, или биора. Башня дерзости там, да. Куда нам нужно. Такой обычный пропуск. За прохождение. Тут у нас видим использовать энергию. Групповые подземелья посетить, да. Босса убить в катакомбах. Надо тоже сходить, вот, убить босса в катакомбах отступникам. 20 тысяч в лабиринте Харнака мочкануть. Башня дерзости. Ну, башня дерзости это изи. Вот лабиринт Харнака это невыполнимо. Паком. Видим вот такой донатный пак. Ордена славы. Знаки поручения. Реликвия. Карты улучшенные легендарные. Ну, как бы 2000 алмазов. Ну, это за реал пак. Не знаю, не знаю. Коробки с талисманами. Из-за них мы можем создать. Давайте посмотрим. Свиточки, да. Мифическая книга умений на выбор. То есть, 3 800. А, героическое оружие. Разве что только легендарный пытаться создать. Друг испытаний это же там получается. И героические могут выпасть. Легендарный, да, шанс типа. Как бы я тут на выбор, да. Ну, шанс создания 1%. Вот такие свиточки мне нужны. Давайте посмотрим, что в самих паках. Улучшенный легендарный. Улучшенный героический. По 11 раз каждая карта. Ордена. Знаки поручения. Кристалл. Улучшенный кристалл. Высшего качества на выбор. Пособие. Знаки поручения. И вот такой вот знак, за который можно создать карты. Души. Часы. Ага. Позволяет получить случайный класс. В том числе рыцарь Серафима. Рыцарь Бремнона. Хранителя Ата. Хранителя Инферно. Это только с паковых достать можно, да. Ну, так же и фиолетовые. Ну, а так все аналогично. Как и паки за этот. Ничего особенного. Ну, такое. После жирной обновы, как всегда, говорят. Ребят, надо отдохнуть. Пиши, играешь ли ты еще в Lineage 2 Mobile. Я буду видеть твой интерес по лайкам. По комментариям. Вообще, чем занимаешься. Пиши. С тобой твой друг Розе. Всем до новых встреч.